Музыку заказывают работники детского лагеря. Иначе он выглядит жутко. Без детей посреди бора почти заброшены. Открытие сезона детского отдыха неожиданно перенесли с 1 июля на 15-е. Сорвали планы тысяч алтайских семей. Наши планы все сорвало. Ну как бы спланируем, конечно, уже все передвинули, все поменяли, все поездки с совместного семьей отдыха. Теперь ждем, будет ли вообще этот лагерь. Вот в чем вопрос. Вопрос актуален и для всей индустрии детского отдыха. Ведь даже руководители лагерей уже не могут похвастать уверенностью, что 15 июля всем позволят работать. В этом лагере особая экономическая шишечная система. Дети их собирают для того, чтобы обменять на какие-нибудь услуги, которые чаще всего предоставляют друг другу. Ну, с шишками здесь проблем нет. Чего не сказать о настоящих деньгах. Больше детей – больше денег. В этом государственном лагере «Сосничок» детей за лето примут в три раза меньше, чем обычно. Но для частных детских баз отдыха все еще хуже. 80 человек на сегодня безработные в летний сезон. И хочу отметить совершенно свинское отношение государства и администрации местной к нашему бизнесу. Не то, что поддержка, не то, что там какие-то копейки бы нам были. Нам не кормят завтраками постоянно. Через две недели переносят на то 1 июня, потом 15, потом 1 июля, сегодня 15 июля. И то не точно. В лагере, которым руководит Александр, в прошлом году отдохнуло более трех тысяч детей. В этом году пока ни одного. Денежные потери уже составили 20 миллионов рублей. И это только половина от прогнозируемого убытка. Министр образования края говорит, что закрытые лагеря – вынужденная мера. Конечно, ситуация, связанная с защитой детей, созданием условий для безопасности, нераспространение COVID-19 – это тема архиактуальная. Некоторые лагеря, в первую очередь частные, информировали нас и Роспотребнадзор, что в связи с особыми требованиями к дезинфекционному режиму, они не смогут чисто с экономической точки зрения открыться в этом году. Действительно, необходимость закупать дезинфицирующие средства – удар по лагерной экономике. К слову, покрывать эти расходы здесь давно готовы. Раздвинуты столы, идет совершенно другая обработка. Работники кухни все время должны будут находиться в перчатках и в масках. В этом году 14 дней, и сотрудники все, начиная от начальника лагеря, заканчивая техническим персоналом, не выезжают из лагеря. Мы все проходим за трое суток анализ на COVID. Никакой романтики детского отдыха – одна проза. Нужно принимать детей, чтобы оставаться на плаву. Хорошо хоть желающих много, остается ждать сигнала сверху. То есть количество желающих огромное. Если сейчас один родитель откажется своего ребенка сюда везти, как планировал, на его месте сразу же окажется минимум трое. Дополнительно зазывать никого не требуется. Андрей Дреер, Николай Шилко. День с толком. Спасибо.